Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем запекать в духовом шкафу так называемый глазной мускул. Глазной мускул это часть телятины, а именно вырез задней части. Итак, что нам для этого потребуется? Непосредственно само мясо, чеснок, соль, сливочное оливковое масло, розмарин, кориандр и соевый соус. Приступим к приготовлению. Для начала мы приготовим, так сказать, натирку. Смешаем соль, кориандр и оливковое масло. После того как мы смешали, убираем в сторону. Далее мы берем какую-нибудь посудинку и застилаем ее пищевой пленкой. Есть вот такое отличное блюдо, я буду пользоваться им. Она нам понадобится для мариновки. Выкладываем на дно наше масло с солью, кориандром. Сверху выкладываем мясо. Далее я хочу еще его обколоть своим соусом. Берем самый обычный шприц, соевый соус. Я налил уже в мельный стаканчик. Набираем шприц, соевый соус. Я люблю именно обкалывать, чтобы оно пропиталось изнутри. Тогда оно получается как бы немного более просолено, что ли, изнутри. Ну, в общем, мне, скажем так, нравится. Буквально 15 грамм соевого соуса больше не потребуется. Далее выкладываем остальную соль с маслом и специями и распределяем по кусочку мяса. Теперь мы оборачиваем пищевой пленкой мяса и оставляем его при комнатной температуре минут на 40. А лучше час-полтора. У меня столько времени нет. Я буду мариновать минут 40. Вот так мы оставляем промариноваться наше мясо. Прошло около часа. Мясо промариновалось. Разогреваем на сковородке оливковое и сливочное масло. Можно использовать подсолнечное сливочное. Ждем, когда масло разогреется, растопится. Добавляем розмарин и просто давим и добавляем чеснок. Аккуратно разворачиваем мясо. Сейчас будем обжаривать его с каждой стороны примерно по минутке для того, чтобы получить корочку, чтобы запечатать мясо. Выключаем сковороду. Мясо прожарилось с каждой стороны по минуткой и перекладываем его в форму для запекания. Вот такая форма. Далее выливаем сюда все оставшееся масло и закрываем форму для запекания хорошо хольгой. Теперь убираем в разогретую до 180 градусов духовку и будем запекать соотношение на килограмм веса мяса примерно час. У меня тут кило с небольшим, поэтому я поставлю на час. Прошел час. Мясо из духовки я достал и теперь ему надо дать отдохнуть ориентировочно 10 минут, чтобы мясной сок разошелся по волокнам. В итоге вот такую красоту мы имеем. Теперь нам надо его порезать и сервировать. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Смотрите, мясо серое, но сочное. Теперь нам надо нарезать. Теперь можно звать себя за стол. Попробуйте приготовить это сочное нежное мясо. Готовится очень просто, получается очень вкусно. Подавайте его с любым гарниром и любыми вашими любимыми соусами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся!